приветствую всех на канале михаил инвестиций сегодня будем разбирать bitcoin и xrp перед этим посмотрим наиболее интересные новости которые произошли за последнее время цифровой евро в приоритетах евросоюза перед выборами 2024 года это планирование завершится в 2023 году и после этого планируется что в октябре 2023 года будет принято решение о внедрении цифрового евро в качестве себе дисси недавно дональд трамп выпустил свою собственную инфи ти коллекцию из-за чего сообщество разделилось во мнение он там изображен в различных нарядах таких как одежда для гольфа охотничное снаряжение виде косюма ну и конечно супергероя m5 его оцениваются продаются на данный момент по 99 долларов если есть желание приобрести дональда трампа то у вас появилась такая возможность всего было выставлено около 35 тысяч 600 цифровых торговых карт с минимальной ценой 0,65 тысячных сам бенкенфрид основатель биржи ftx который сейчас на данном этом он крутилась пытается вновь выйти под залог в прошлый раз ему это не удалось но он не теряет надежды и пытает счастье во второй попытке как вы помните ранее 13 декабря адвокаты банкомана фрида наставили на том чтобы его выпустили под залог в размере 250 тысяч долларов но к сожалению пока это не удалось сделать может быть во второй раз ему это удастся япония активно идет сторону криптовалюты япония планирует снизить ставку корпоративного налога для эмитетов криптовалют в настоящее время япония взимает налог в размере около 30 процентов с компаний получающих нереализованную прибыль от криптовалютных холдинг правящая либерально-демократическая партия япония одобрила в четверг предложение которое освобождает компании выпускающей криптовалюты от налогов на нереализованный прирост капитала за токены которые они хотят на своих счетах перед тем как мы будем разбирать bitcoin и xrp разберем smp 500 в данный момент мы наблюдаем что у нас есть пробитие восходящего тренда также здесь у нас наблюдается четыре вершины что тоже у нас имеется пробитие ну и соответственно потенциал у нас в районе 3750 то есть это у нас минимальная цель куда может упасть snp 500 в данный момент мы как поняли что на ставку еще будут поднимать где-то до марта может быть включая марта если они по 0 25 базовых пунктов растянут это дело и дальше они вроде как не планируют дальше повышать ставку есть конечно инфляция и будет опять расти если посмотреть на историю как это происходило ранее то как только прекращали поднимать ставку и даже не опускали ее а удерживали на одной планке это было позитивно для рынка и рынок рост то есть ставка была высокой и и не опускали но несмотря на это рынок рос для рынка главное было что прекратили поднимать ставку и они думали что рано или поздно сейчас они опустят ее потому что инфляция тоже падал вниз сейчас может ситуация повторится что некоторое время сейчас рынок еще попадает ну а потом уже будет рост и так предположительно что рост начнется где-то весной переходим непосредственно к биткоину в данный момент мы подходили к важному уровню сопротивления от которого отбились да но здесь фланговать до сих пор опасно несмотря на то что мы подходим к линии поддержки вот этого восходящих тренда во первых такой тренд он по логике чей должен пробиться вниз во вторых здесь есть предположительно медвежий вымпел который тоже с большей долей вероятности пробивается именно вниз поэтому здесь тоже надо иметь ввиду а на текущий момент ванговать единственно это если только на пяти минутках каких-нибудь но на что-то более серьезно рассчитывать в данный момент и я не вижу смысл сейчас мы слишком близко подошли и до сих пор находимся возле вот этой зоны и соответственно здесь потенциал роста достаточно маленький и рискованно да мы должны все-таки использовать рисмель бен до каких-то определенных значений и чтобы этого потенциал был хорошим там 35 и так далее ну а здесь мы видим потенциал довольно маленький и поэтому нет смысла тем более если мы опускаемся ниже 17000 соответственно в этом случае мы летим к своим лоям вплоть до обновления лоев здесь надо быть конечно крайне осторожен и здесь на данный момент не имеет смысла да если рассчитывать что стоп мы должны поставить где-то в районе 17 800 то у нас потенциал должен быть у рост куда-нибудь в районе 19 300 но мы понимаем что здесь слишком большая зона сопротивления и рассчитывать на то что мы все-таки это пробьем и надеется и ставить ставку на это да и рисковать и деньгами то не имеет смысл поэтому здесь большей степени лучше заходить шартовую позицию после того как мы пробиваем 17000 и здесь уже есть смысл как раз зайти да то есть после пробития теста и ну и соответственно в этом случае заходим ставим 100 класс выше и рассчитываем движение как минимум сюда и и вплоть до обновления лоев ланговать в данный момент пока еще опасно что у нас по xrp в данный момент мы можем провести линии сопротивления и мы наблюдаем что до сих пор мы находимся в нисходящем тренде что естественно и в данный момент у нас еще и образовался такой треугольник который может пробиться в любую из сторон до соответственно в данный момент он выглядит не очень и ланговать имеет смысл только после пробития если более детально локально посмотреть что у нас здесь происходит то мы наблюдаем что здесь у нас активное сопротивление происходит и соответственно из большая вероятность того что мы все-таки опускаемся ниже то есть сейчас если мы опускаемся ниже вот этого уровня то в этом случае есть большая вероятность того что мы все-таки или не с поддержки пробиваем и летим обновляться его и поэтому здесь крайне осторожно и в данный момент с учетом того что он так выглядит ситуация в целом до ставку еще повышает индекс s&p 500 падает а биткойн тоже рассматривается в качестве дальнейшего падения то сейчас данный момент лучше не рисковать и все-таки посмотреть и дождаться все-таки этого пробития здесь как раз случае пробитие можно как раз ожидать с большей долей вероятности того что мы пробиваем линию поддержки и летим обновлять своего и досколько может упасть здесь у нас получается достаточно интересная зона этого размере двадцати четырех центов соответственно как минимум мой сюда упадет да но это минимальная цель куда xrp может упасть на самом деле он может быть упасть и ниже примеру 17 центов вот эти и уровни здесь могут происходить какие-то локальные отскоки ну и либо если все таки на ситуации к тому времени пока он упадет будет уже благоприятный то может даже произойти разговор то есть сейчас на данный момент пока все таки пока рано говорить о тазумоне сейчас все таки все в большей степени можно рассматривать как продолжение дальнейшего падения вниз но если позитив то что падать скорее всего осталось не так уж и много поэтому осталось совсем немножечко подождать прежде чем все таки рынок развернется и пойдет в рост подписывайтесь телеграм-канал на этом все желаю всем профита всем до скорой встречи